Сейчас заканчивается дело по покрышкам, по акции свободы, соответственно, поддержки Майдана. Поскольку они затянули следствие, то сейчас буквально на днях закончится оно, и наказаний там никого не будет. Сегодня то, что приехали друзья из Украины поддержать и высказать свое мнение, мнение культурных людей, которые не воспринимают это как вандализм, воспринимают это как только художественный жест. И есть еще, да, начался суд по акции Угроза, сейчас он будет длиться, 18 мая будет следующее заседание. И, собственно, следим за ним, потому что это актуальное дело, которое посмотрим, как все будет развиваться. Поскольку мы очень любим веселье и такой дерзкий образ жизни, то мы, в общем, превратили это, уже абсолютизировали этот суд до такого вот, ну, до театральной такой постановки. То есть это срежиссировано полностью Петром. Он любит Украину и поддерживает ее, и эта акция была проведена в поддержку Украины, украинского народа. Мы хотели показать солидарность вместе с украинцами, которые обладают достаточной смелостью и мужеством, чтобы выйти против власти и показать свое право, реализовать, так скажем, свое право на протест, на революцию. Ну, сейчас мы, собственно, находимся на финальной стадии суда Петя Павленского. Вот, мне кажется, это как раз его суд, а не суд как-то над ним, вот. Суд приуроченной к акции свободы, где он жег покрышки, вот, в городе Санкт-Петербург. Мне кажется, что основная вещь вот про Петю как художника и, соответственно, про его взаимоотношения с властью, в том числе с судом, это то, что он продолжает позиционировать себя как художник. То есть он подчеркивает, что он не герой, не жертва, не объект, над которым происходит суд, а он художник. Не нужно проявлять вот эти, только лишь вот рассматривать его как какой-то объект для сочувствия. Это такой же собеседник, такой же человек, который формирует события и вот, собственно, равноправный участок процесса. Я считаю, что Петя находится на равных с этой властью, вот, и вот именно это и нужно обсуждать. Он не является вот условной жертвой режима, он говорит на равных, и вот это как раз и есть самая крутая вещь. Ну, собственно говоря, завтра у нас прения состоятся по уголовному делу. Я буду выступать и буду, так скажем, просить оправдания в отношении Петра Павленского. После этого, если будет решение, будет обвинительный приговор с освобождением от наказания, мы будем жаловаться в Санкт-Петербургский городской суд в апелляцию. После апелляции, если все-таки он не будет оправдан, и если вынесут обвинительный приговор, его засилят, мы будем решать вопрос с тем, чтобы его дело было направлено на Европейский суд по правам человека, и там уже рассматривалось, что говорится, по справедливости или либо по иным основаниям конвенции защиты права своего человека. Что касается второго дела по угрозе, у нас начинается судебное заседание 18-го числа. В рамках этого судебного заседания сторона обвинения начинает представлять доказательства. После представления доказательства, сторона обвинения, сторона защиты будет тоже свои доказательства представлять. Я пока не хочу разглашать, что мы там будем делать. Как бы мы удержим, пока все в секрете. То есть угроза это дело по поджоге... Двери на Лубянке, двери ФСБ, где, собственно говоря, Петр Павленский был задержан, его арестовали в рамках этого дела, он уже пересидел все мыслимые и немыслимые сроки по данному уголовному делу. И поэтому, исходя из этого, я думаю, что суд пройдет достаточно быстро, потому что судей не заинтересован долго рассматривать, но насколько быстро, я думаю, где-то месяца два это будет все длиться, и потом будет завершиться. Мы, опять же, там в этом же уголовном деле будем пытаться его оправдать. И повод, ну, по первому делу, по делу свободы, да и вообще, о чем мы можем судить, о том, как вообще происходит суд? Как суд? Судьи не понимают, с чем есть дела Павленского, грубо говоря. Он же, ну, так скажем, необычно себя ведет, как поддается там бюрократическим механизмом, встает перед судом, говорит там, ваше честь, там, соблюдая ДНР, вот эти все процессуальные танцы. Ну, собственно говоря, у него есть своя идея, своя концепция, в рамках которой он действует. Эта концепция выстраивается, художественная концепция выстраивается, и потом, соответственно, есть акция, и на эту акцию, исходя из ее названий, исходя из смысла художественного, наслаиваются определенные другие компоненты, которые потом мы притворяем в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok